Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами будем лепить корзинку с яблоками из соленого теста. Нам понадобится красный, зеленый и желтый цвет. Из теста, которое у вас есть, нам нужно будет отломить часть для ручки и немножко для яблочек. Давай немножко для яблочек, вот так, столько немножечко отломим. И для ручки побольше отломим, примерно половинку. Чуть меньше половинки, ну можно прям половиночку. Давай половинку сделаем, вот, чтобы два одинаковых были кусочки, так удобнее тебе делить, да? То есть два одинаковых кусочка. Значит, один кусочек мы кладем, а из второго кусочка мы сейчас с тобой сделаем лепешечку. Сначала помнем тесто, и теперь нам нужно сделать, вот, положить на свою картонку, какой ты там выбрал цвет, вот так пониже. Пониже. Вверху же ручка будет, а внизу сама корзинка, поэтому мы кладем пониже. И начинаем раздавливать пальцами, формируя внизу кружочек. Вообще, как лепешечку, делаем кружочком. Давай вообще сделаем полностью кружочком тоненькую лепешку. Особенно ровненько нужно сделать внизу, пальчиками выравнивая форму корзинку. То есть у нас внизу должна быть ровная такая вот линия овальная. Вот так вот пальчиком можно поправить, что где не так. И прям вот надо, чтобы поклопать, чтобы корзиночка была ровненькая, не бугорками, да. То есть можно ладошкой вот так вот поприжимать слегка, сильно не давим. А вот этой вот частью ладошки прижимаем, чтобы у нас она стала гладенькая и одинаковой, ровной, поверхность была ровная, чтобы... Вот так можно пальчиком аккуратненько морщиночки разгладить, да. Вот таким образом. Вот лепешечка. Сверху нам надо корзиночку будет отрезать вот так вот прямой линией, да. То есть вот лишнее. Хотя давай не будем, потому что все равно мы здесь вот сверху листочками залепим. То есть вот тут тоже выровняю так вот, чтобы было ровненько. Вот так вот. Нам даже будет удобнее так лепить, если мы не будем резко вредить. То есть такой вот овал получился, видишь, да? Овал. Здесь немножко меньше дуга сверху идет, а внизу вот такая посильнее дуга идет. Хорошо. На этой корзиночке мы сейчас сделаем сразу рисуночек. Смотри. Мы берем наискосок ножичком, прорисовываем прямые вот такие линии. Прямые линии в одну сторону, но не насквозь прорезаем, а слегка. А теперь такие же только в другую, вот с этой стороны корзинки. Такие же делаем линии прямые, чтобы у нашей корзиночки появилась вот такая фактура плетения, да? Как будто бы плетеная корзинка, да, у нас вот такая вот. Вот, фактура плетения получилась у нас в корзиночке. Давай возьмем второй кусочек, который мы отложили для ручки, да? Помнем его, помнем его хорошенько, чтобы тесто стало гладеньким, эластичным. И сейчас я уберу вот этот листочек, чтобы показать тебе, как делать ручку. Делим этот кусок на два. Вот два у нас одинаковых. И катаем вперед-назад ладошкой по клееночке длинную вот такую колбаску. Длинная. Посмотри, какая длинная. Можно двумя руками. Видишь, какая длинная? Очень длинная. То же самое делаем с другим кусочком. Катаем. Двумя руками. Они у нас должны быть примерно одинаковой длины. Вот, видишь, у меня две одинаковые длины. Вот. Готовы у тебя? Жду тебя немножечко, чтобы у тебя тоже было все готово. Из этих двух колбасок мы будем плести косичку для ручки, корзинки. Как это делать? Смотри, кладем их две рядышком. С одного края их слепливаем. Вот так. Чтобы они вместе были. Так вот, слепливаем. С одного края те две колбаски. А теперь, смотри, я беру одну, переворачиваю на эту сторону. Вот так. Вот, видишь, да? Теперь эту беру опять с этой стороны и опять ее перекидываю в эту сторону. Вот так. Опять нижнюю вот эту беру, перекидываю на эту сторону. Опять вот эту нижнюю беру, перекидываю на эту сторону. И опять. И вот у нас получилась косичка, видишь, для ручки. Эту ручку нам сейчас нужно будет пристроить на нашу сюда корзиночку. То есть я беру, кладу на картонку и загибаю сюда корзиночки по краям. Вот здесь прилепляем. Вот так пальчиком прижали. Прижали, вот. Кисточкой, где там моя кисточка, нам нужно будет немножечко под ручкой помочить. То есть смотри, я беру и вон там вот, прямо под самой ручечкой, вот так вот водичкой там смачиваю. Для чего это нужно? Это нужно, чтобы тесто прилипло к картонке и уже не отвалилось. Это можно делать водичкой, а можно клеем ПВА сделать. Если хочешь, чтобы прямо хорошо-хорошо прилипло, то вот так вот мы немножко смачиваем. Дальше мы будем с тобой делать листики из зеленого теста. Значит, мы берем зеленое тесто, отламываем кусочек, хороший такой большой кусочек, вот какой. Давай его хорошо помнем, катаем колобок, катаем колобок, раздавливаем в лепешку, такую, ну не сильно тоненькую, такую лепешечку, с одного края, вот у нас получилась лепешечка, с одного края листочка нам нужно вот так вот пальчиками, как клювиком, сжать, чтобы у нас листик был остренький, а потом сверху и снизу вот этот остренький кончик, тоже маленько мы его раздавливаем, так, сверху и снизу. У нас получается вот такая вот капелька, да, остренькая. Мочим корзиночку вот сбоку вот здесь и прямо на ручку, и ручку тоже вот здесь мочим, и кладем первый листик вот так вот на корзинку, на корзинку, стеком, ножичком. Нам нужно сделать рисунок на листике. Мы берем и вдоль листика продавливаем вот такую линию, не до конца, а после этого с двух сторон делаем вот такие диагональные линии, как будто бы ёлочку мы рисуем на листике. Вот, листик готов. Следующий кусочек берем такой же зелёного теста, катаем колобок, катаем колобок, делаем лепёшечку. С одного края эту лепёшечку делаем остренькую вот такую, а потом сверху снизу прижимаем. И теперь смотри, куда мы будем прилеплять. Мы не вот прямо вот сюда будем прилеплять, а мы будем вот так вот, как будто бы улыбочку делать из листиков. Мочим вот здесь, кладём листик рядышком вот так и рисуем рисуночек на листике вдоль сначала, а потом по бокам такую ёлочку продавливаем ножичком. Так, ещё берём кусочек, сминаем сначала, потом катаем, катаем, делаем лепёшечку, с одного края остренький прижимаем пальчиками лепёшечку, и потом сверху снизу, вот так. И кладём рядышком, как будто бусики из листиков, то есть мы делаем вот так вот, другой вниз, и к ручке вот к этой будем вести. Продавливаем ножичком рисунок на листике, и ещё берём кусочек. Катаем колобок, лепёшечку делаем, с одного края эту лепёшечку прижимаем, остренький, чтобы листик был, мочим водичкой или клеем ПВА корзиночку, кладём листик, делаем рисунок, продавливаем ножичком рисунок на листике. Вот так. Значит, у меня как бы уже всё, вот этот рядочек закончен, но ты можешь, если у тебя листики поменьше, и ещё рядочек не закончила, от ручки до ручки, ты ещё слепи. Я вот маленький вот сюда ещё прилеплю. Сейчас сделаю листик. А ты делай столько листиков, чтобы вот от ручки до ручки у тебя были листочки. на корзинке. Я вот видишь, листочек на листочек положила сверху, чтобы было так вот красивенько. И так же сделаю сейчас с другой стороны. Маленький, видишь, листочек. Вот так вот я кладу по бокам. То есть листиков должно быть много. Ещё листики у нас будут сверху, по верхнему краю корзинки. То же самое проделываем. То есть берём кусочек зелёного теста, катаем колобок, делаем лепёшку, остренькую делаем эту лепёшечку. С одного края. И теперь нам надо, чтобы листики смотрели вверх. Теперь мы кладём вот так листики, уголочками вверх. И тоже продавливаем. То есть теперь рисуночек смотрит у нас, ёлочка как будто перевёрнутая. вот так. Не забываем корзинку мочить или намазывать клеем, чтобы у нас получалось, хорошо прилеплялись теста. Вот я делаю следующий листик уголочком. Тоже вот он вверх смотрит. Ёлочка перевёрнутая. Итак, весь край тоже нужно заполнить листочками. Колобочек, лепёшечку. С одного края листик делаем остренький. Продолжение следует. Продолжение следует. subdiv impatiently. Всё выдает. Эмплse RE weil? Пshaped lá? Somebody digえ. Yeah, they there. So, you can nowall save me. You can nowall also have a result of seus вот здесь посерединке у нас тоже должно быть заполнено листиками поэтому мы сейчас будем листики делать поменьше чем вот этот рядочек и они будут между ними вот закрывать вот эту желтую часть тоже катаем колобок делаем остренький уголочек мочим кладем смотри вот куда я закрываю желтую листиками и 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 Сделать яблочки, прилепить яблочками. Доделаю пока листики, я тебя жду. Чтобы яблочки делать, нужно, чтобы ручки были чистые от зеленого, поэтому я пойду помою пока руки, пока ты долепляешь листики. Так. Так, ну давай займемся яблочками. Если ты не успел еще сделать листья, то поставь на паузу видео, доделай листья, а потом вновь включай. У нас есть для этого, для яблочек, красное тесто и немного желтого. Значит, что мы делаем? Значит, мы берем свое красное тесто и слегка перемешиваем с желтым. Вот так вот. Перемешиваем немного с желтым. Вот. Ну так, чтобы оно не было прям совсем перемешано. Беру кусочек теста вот и катаю колобок. Ой, крошится. Колобочек скатала. Беру гвоздичку, палочку-гвоздичку и втыкаю в этот колобочек. У яблочка вот такая есть. Внизу вот такая штучка. Мочу в серединочке листиков. И вот первое яблочко вот так вот кладу. Вот, чтобы было видно этот гвоздички, штучку. Следующий кусочек беру. Опять катаю колобок. Какие-то яблочки у нас будут чисто красные, а какие-то вот с желтыми вот такими разводами. Берем гвоздичку опять. Втыкаем в кружочек. Мочим листики. Вот еще одно яблочко такое будет с желтым. Теперь я беру чисто красное кусочек, чтобы было еще красненькое яблочко, чисто красное, без желтеньких разводиков. Катаем колобок. Гвоздичку втыкаем. Так, вот у меня красненькое яблочко. Мочим. Вот тут красное яблочко будет лежать. Еще возьму красненького. То есть мы не все листья заполняем, а вот здесь посерединке яблочки выкладываем. Чтобы у нас было видно и листики наверху, да, вот они, вот они наверху. И внизу были видны листики. Поэтому яблочки сильно большие, не лепи. Смотрите. и поправляй яблочки если они у тебя смялись они все-таки должны быть кругленькие до чтобы они в разные стороны вот эти штучки смотрели какие-то в бок какие-то вниз какие-то вообще вверх будет модель да старайся чтобы тесто хорошо было размято чтобы без морщинок получалось гладенько вот у меня корзинка с яблочками готова доделывай тоже поэт по после этого фотографируйте свою работу и высылайте в группу вот а сейчас пока пока